Приветствую, господа! С вами Джонатан Парк. Сегодня я бы хотел обсудить такое произведение, как Сад изящных слов Маката Синкая. Хотел бы я поговорить не только о манге, но и задеть частично фильм. Но давайте немножечко по порядку, и начнём мы, пожалуй, с самой манги. А сама манга представляется собой в виде, собственно говоря, манги, которая читается в классическом японской вариации, то есть заданный период, как вы видите, прочтение здесь идёт именно с конца, и, собственно говоря, поискование идёт с конца. А манга не цветная, как, в принципе, большинство манг. Хотя, судя по ценообразованию, можно было бы, наверное, и цветными сделать. История очень сильно сходится с фильмом. Я бы не сказал, что она перерисована кадр в кадр. Но если сравнивать с аниме, ну, сцены одни и те же, в принципе, как, собственно говоря, и должно быть для передачи основного посыла автора, для понимания того, что автор хотел сказать. Если мы, к примеру, возьмём многие произведения других авторов, допустим, если мы берём ту же мангу, токийский гуль, и мы сравним мангу и аниме-адаптацию, то заметим огромное упущение в сюжете. Огромное упущение в подаче материала. Здесь такого не наблюдается. Почему бы здесь и наблюдалось? Потому что аниме идёт всего 45 минут. Я думаю, посмотреть его не составит труда. И, в принципе, уж извините, но 45 минут адекватно втолкать, из манги адекватно выцепить 45 минут и поместить его в анимационный фильм, я думаю, это не так сложно, как, допустим, если брать тот же токийский гуль, создавать множество эпизодов. Ну, опять же, возможно, как-нибудь поговорим в будущем об этом. Что можно сказать за сюжет? Ну, как бы, сюжет довольно-таки однообразный. В принципе, если говорить именно о манге, то он не так сильно цепляет. Но, естественно, по определённым причинам, о которых мы поговорим чуточку позже, эдакая подростковая, наверное, драма, можно сказать. Но, по моему личному мнению, хотя по аннотации, по-моему, там что-то другое. Ну, и резюмируем могу сказать, что мне, в принципе, понравилось. Я не пожалел потраченных денег, там что-то в районе 500, по-моему, рублей. И времени, чтобы сходить и читать города. Есть, конечно, свои недостатки, которые мне не понравились. Это, конечно, манга очень короткая. Я её прочитал, наверное, минут за 40, очень вдумчиво. То есть я просматривал, как сюжет развивается, я просматривал визуальную составляющую манги, как строится биология, в принципе, для своего анализа. И, в принципе, опять же, прочитал её довольно-таки быстро. Но давайте перейдём, пожалуй, к видео составляющей, а точнее, анимационному фильму. Раскаты грома вдалеке едва слышны. Но даже если дождю не быть, останусь, коль ты велишь остаться. Анимационный фильм представлен, опять же, в прекрасной, просто прекрасной обёртке. В великолепный фон, великолепная картинка. Музыка, подобранная к этому всему чуду, это, ну, не знаю, просто верх совершенства, верх музыкальной композиции. Я не кинорежиссёр, поэтому годно, могу сказать, что годно. Сюжет же, опять, он довольно-таки незамысловатый. Не буду спойлерить, рассказывать. Посмотрите сами или почитайте аннотацию, потому что, как я рассказываю сюжеты, это... Поверьте, я пытался писать перед видео, чтобы рассказать сюжет и не проспойлерить все эти 40 с лишним минут. Ну, у меня не получилось, поэтому посмотрите сами и, в принципе, я думаю, что вы не пожалеете. Могу выделить такие моменты, как показания процесса взросления, показания процесса изменения каких-то ценностей. Опять же, какого-то морального взросления, движения куда-то вперёд и так далее и тому подобное. Всё это великолепие, оно подаётся под картинкой, как я говорил, просто бесподобной. Потому что Маката Синкай со своими произведениями, если мы смотрели тот же 5 сантиметров в секунду, это надо просто видеть. Резюмируя всё вышесказанное, я могу посоветовать данное произведение как мангу, так и фильм. Если вы уж совсем ленивый, то можете посмотреть только фильм анимационный. Если вы прям владошевились всей этой идеей, то, конечно, смотрите и читайте. И плюсом к этому всему мангу, манга, опять же, повторюсь, очень короткая. Если вы даже будете довольно-таки вдумчиво читать, вы быстро прочтёте её, поверьте. А я благодарю за внимание, спасибо, что посмотрели ролик. Подписывайтесь на канал, оценивайте его, комментируйте. И встретимся в другом мире, вселенной или игре.